Так, ну что же, всем доброго времени суток. Я не знаю, почему же ты так орёшь, Stanley Parable. Ах, да, потому что я не настроил громкость. Больше проблем быть не должно с волюмом. У нас встречается та самая команда SetGaming, которую мы наблюдали на протяжении всего вчерашнего дня, первого дня этого фастката. Фасткат настолько юбилейный, что он двухдневный, вот тут вот, как выяснилось вчера вечером, и они встречаются с монголами. The Mongols. Эти монголы, они просто вот по этому турниру идут. Они только что сделали команду Seastorm, про команду. До этого они сделали команду SFDG, semi-про команду. Ну вы понимаете, да, что это за монголы? Это вот те самые жесткие монголы, против которых, ну я не знаю, смогут ли одолеть их, скажем так, наши semi-про ребята, межор и его команда. Бан у нас Тарарблэд и Ликантропа от монголов, от SetGaming. Банят Razor и Death Prophet. И это полуфинал. Тут уже, как бы, по-любому кто-то из этих ребят получает 50 бонусных очков себе в ладер. 50 это приятно. Но еще приятнее выиграть и побороться за 100 и 200. Точнее, побороться за 200, а 100 достанется тем, кто неудачно поборолся. Плюс к этим 200 очкам будет еще слот в старсерию. Ну и просто в старсерию. Изи-изи. Все будет там, слот в старсерию, в квал и старсерии, короче, вот, читая долго. Это одну фразу говорил. В общем, вот так вот. У нас SkyRosMaitch Vyper от монголов. Вот это прямо совсем интересно. Огрмак пикает с командой SetGaming. Вот, я не знаю. SetGaming себя просто уверенно действительно показывали на протяжении данного фасткапа. Я не знаю, получится ли у них сегодня. Сегодня и сейчас вот я их, к сожалению, не смог просмотреть за ними в одной восьмой. Но они, по-моему, без проблем одолели команду BNL ENT, насколько я помню. Вот. И команда GLN из знакомых нам команд была вот до четвертьфинала. Вот это реально вот единственная команда, которую я знал до фасткапа. Но в четвертьфинале она, к сожалению, проиграла команде DWT, команде из ProSiri, которая расшифровывается как... Чё? Ой, лол, я ничейно на бискет-то нажал. Ага. Сейчас. Узнаем, что за DWT. Don't waste time, Украина. Да. Это они же. Турниры. Они, видимо, ну я не знаю, надо посмотреть эти DWT вообще в ProSiri, как они там и что. Вот. И да, у них девятая позиция, 21 очко у них, 7 побед, 8 поражений. То есть как-то все не очень клево у них на самом-то деле. Вот. Ну а так как команда 16, там всего... А, всё, все игры... Ой, блин, все игры уже сыграны. Ну да, тогда DWT что-то там у них не совсем получилось. А вот догоны на восьмом месте, я не знаю. Надо сказать, что это... Посмотри, правила этой ProSiri. О турнире. Жму кнопку сейчас, пока думают. Очень долго ребята из команды SetGaming. Первое место 700 бачей в слот в Star. 500 бачей в слот в стыковочных. 300 бачей в слот в стыковочных. Так. Участники будут разделены на группу по 16 команд в каждой отдельной... Отдельно Европейский регион и отдельно CIS регион. Ну, то есть, СНГ. Все команды, свои дивизионы в каждой системе. Первые четыре квалифицируются в финальную часть. Да. Топ-4 только проходят. Поэтому DWT... Вот... Не проходит. Дальше по ProSiri и они... Не попадают... Вообще, вот сейчас у них... Они сейчас, кстати, вот эти DWT на пути к слоту, хотя бы в квал и в Star. В Star эти DWT пробиваются как только могут. У нас Бримастер, наконец-то, все-таки залетел. Третий Мамбет Райдер. Что-то SetGaming долго задумывается. Я не знаю, это я вот хотел сказать, что на русскую команду опять находит монгольское эго. Не эго, а эго. Потому что... Ну... С такой игрой, который монгол показывает, не в виде эту игру, можно уже понимать, что игра действительно очень и очень мощная. И... Что-то меня как-то совсем все покинули. Странно, конечно. Такое событие никого нету. Не очень. Это приятно, но тем не менее. Я еще и финал, наверное, посмотрю. Я надеюсь, у меня в планах это вообще имеется. Но вот... Посмотрим, как там оно будет. И у победителя очень хочется взять интервью. У нас появилась новая штука. У нас у всех мы можем брать интервью. Был бы мне кто-нибудь на стриме, я бы ему сказал, типа, никуда не уходи. Stay calm там. And wait to give away. Там... Кентавр Вурраннер у монголов появляется. Еще один хороший персонаж. Который делает остальных персонажей еще лучше. Забанил нас бы Форион. Пугна. Бэтрайдер и Легион Коммандер. Читая немного сплю. Все равно лишь враг появляется. У... Сэдгейминг. Вот. И у них вроде как есть Соломито уже два саппорта. Да, остался... Остался взять какого-то кири оффлейна. И... Монголы. Думать сейчас будут над этим. Ну, за тем, кого пикнуть. Вот. Воды со всего этого фасткапа будут доступны сегодня вечером. На YouTube-канале.com.br. Селтова тур. И... Как бы я не знаю, что ВКонтакте забросил. Там плейлист ВКонтакте. У меня там еще есть. Но там 60 видео. А на данный момент у меня их уже в полтора раза побольше. С шейкер с кентавром. Вот это вообще. Вот прямо вот. Все замечательно делать. Монголы пикают банят то, что им не нравится. Вот. Не знаю, с чем... Чем обословят бан пугны. Кстати, у монголов. И... И так. Консультируемся мы. Консультируем мы. Эээ... Ну что же. Эээ... Дополнительное время потекло. Сколько там его? Двенадцать... Ой, десять секунд уже дополнительное время. Садгеймик реально, да, задумывается. Очень серьезно по поводу этой игры. И пикают тимбер сону флейн. Вот это да. Впервые тимбер в исполнении садгейминг. Эээ... Вот. И... Что же. Очень все прикольно по плану тимбфайта у команды садгейминг. По плану лейтгейм у них все не очень клево. Эээ... Эээ... И... Забанено спектра. Забанили того реально, кто может там... И один как бы... И... В лейте находиться. Причем вот на таком уровне, что что типа... Я и есть лейт. Но как бы там еще наги всякие имеются, да, вы помните там... Стоба... Ну из популярных. Морт это еще кстати тоже. Эээ... Вот. Ну из непопулярных как бы спортов имеется... Эээ... Ой... Из непопулярных керри я хотел сказать, прошу прощения, что имеется там гирокоптеры, луны и так далее. Инвокер, соло мид. Это очень здорово. Во-первых, у монголов инвокер. Во-вторых, у меня тут кое-какой графончик появился. И вы сейчас увидите абсолютно нового инвокера. Вот. Надеюсь ты, братишка, не побагрешься там, потому что... Не очень, это классно. Эээ... Ласт пик команды сет гейминг. Что они предложат? Как они будут все это дело... Вообще, кантри, потому что тимпай тут просто нереально у монголов. У них нет, конечно, такого прям супер лейта классного. И сейчас на этом могут сыграть сет геймингом и пикнуть тот самый супер лейт. Лол! Это тролль! Охренеть! Ребят, тролль варлорд появляется у нас. Очень интересные пики. Тролль на... Межор на тролля это прям вот вообще. Очень даже прикольно. Посмотрим, будет ли действительно прикольно. Ээээ... Вот, а пока что... Ну вот, кстати, тролль я не знаю. Ну, тролль такой, он самостоятельный. Потому что, да, у него есть ультимейт, он особо никому ничего не дарит. Может, прям астанта покритует... побольше, пока бьет быстро, под троллем. Вот, так. И у нас ставит сразу паузу, и МСК ее просит. И... Влетаем мы в игру. О, шейкер. Форест Хермет. Бюджетный сет на Earth Shaker очень неплохой. Пообсуждаем сет, пока, да, нам нечего сказать. Инвокер имеет секси-хейр. 3839 килов на этом инвокере у товарища Санки. Ну, вы понимаете, да, он что-то за инвокера умеет, видимо. И плюс кусочки сета из Dark Magic. А, да. Секси-хейр, это и есть Dark Magic. Еще там от Arsenal Magus, от Arcane RT, я не знаю. Вот, здесь мы, походу, ничего не успеем посмотреть. Фраг мы помним, да, там. Прикольный у них. Гоу-гоу. Ой, консоль нечаянно открыл, просто она у меня на бэкслэше. Извините. Команда Set Gaming. Команда, играющая за сторону Radiant. Фриз у нас будет отыгрывать на Timberson. МСК на Брюмастере. Васечкин на Лешаке. Machine Spirit. Огрмак. И Межор, это тролли. И тролли, походу, идущий в агрессивный трепл. Прикольно. Команда Монглов. Первая команда на моем стриме, которая использует вот такой вот мув. Смук в попытке кого-нибудь запонуть. Бам-бара-бам-бам-бам. Это Кентовр Варраннер. О-о-о-о. А чё ты взломал, что ли, СОВК этот? Твич, ты мне уже третий раз. Фолу жмёшь. Ли ты анфолу жал. Ладно, пофигу. Один, два, три, четыре. На Скаймаге. Шторм на Вайпере. Санки, тут выход. Конкосе в шот. Очень много всего пошло. В этого Тимбера это ФБ. Вот так вот. Ещё и вынуждает Тимбера вкачать... А, я не знаю, нахрена он Верлинг Теста вкачал. Надо было на Тимберчейне убегать. ФБ забрал себе Earthshaker. Всё, у него теперь вообще классно. Вот тот самый новый классный инвокер. У которого классы бешеные. Вот. Узнать об этом вы можете. Ну, как бы там початиться надо и так далее. Хм. Разве работает анфолу и фолу? А, бот рестартится, к сожалению, поэтому он не получается. Он пока что ещё не очень здорово будет работать. Санки на инвокере. Так, мы всё сказали вообще. Бамбарам, да, мы говорили. Шейкер Упс, вот кого мы не заметили. Шторм Вайпер. 1 на 34 Скаймаг. И баунтером забирается без Кайросмейдж. Что ж, тут будет Соло Вайпер против Соло Тимбера. Тут и стоит такой вот очень прикольный, удобный вар для команды монголов. И Кентавр будет стоять Соло Изи против Триплы Стролём. Лихраком и Огром, но это не клёво на самом деле. Тут можно вот, если вот как-то вот совсем не повезёт, можно вообще знатно подфидонить этих ребят. Вот. Но ребята тут, по-моему, уже в Доту играть умеющие собрались. Это уже полуфинал фасткапа, в котором участвовало. Ну, не 256, но огромное количество команд. И да, к сожалению, тут вот эти вот квасы, вот они здесь немножечко прорисовываются у меня. Но я надеюсь, никого это сильно не смущает. Смущать может быть, наверное, худ. Мы поставим худ, который нам предлагает Межор. Соло Тимбер имеет первый только уровень. Его уже один раз убили. Его хотят убивать ещё и ещё. 1, 2, 3, 4. Пошёл тут что-то нарезать. Ну, в смысле нарезать. 45 урона. 25 остаётся, а от 25 ещё надо отнять 3%. Это вы понимаете, да? Вот. Огр получает... Кентавр, точнее, получает стан Файр Бласт, который потом станет Лишрака. Откидывает стомб. По Огру только. Тут ещё есть Лишрак. У него стан откатится. Надо просто заджукать этот стан Бомбара. И он это успешно делает. Куда же вы, дайвит, а так пошли? А вот теперь зажали. Вот тут, конечно, переджукал у нас Бомбара, по-моему. Тысячку дай. Да, это килл. Счёт становится 1-1 у нас. Отличная работа. Вот. Я тут думаю, что чуть-чуть не доиграл. Или наоборот, переиграл даже этот самый у нас Кентавр. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Это 1-1 на 2,5 минуте. Эта игра, ну, пока что не подразумевает, да, то, что у нас будет какой-то там... Экшн. Так же, как и она не подразумевает то, что будет какой-то сейф. Вот. Ну, эти новые инвокера штуки, конечно, вообще... Мне они очень нравятся. Да, там кое-что подлагивает, но, тем не менее... Вот, инвокер переключается на вексы. И теперь он вообще клёвый. Вы ещё ЕМП у него не видели. А учитывая то, что у нас квасов-эксовый инвокер, вы увидите это ЕМП. Оно тут просто волшебное. Вот. Так. Конкассив там, что ли, влетело? А что за конкассив? А, нет, не было конкассива. Мне показалось. Это, видимо, Эркейн Болт. Так. Так. Так, ну что же. Будет ли у нас какой-то экш... О, господи, как это всё ещё светится. Это фиссурино-шейкер так светилось. Офигеть. Класс. Мне очень нравится. Так, Бомбаран тут при поддержке того самого шейкера. Давай, шейкер, поставь ещё одну фиссуру. Мне очень нравится, как она выглядит. Да, я сегодня тут это с одной замечательной штукой, про которую бот расскажет, как только перезагрузится там. Закончит все свои дела. Вот. Он вроде подключился. И добро пожаловать на мой канал. Фиссурино. А фиссурино не отображается что-то. Это, наверное, из-за... Это издержки сета, может быть, или... Ну, я не знаю. Но было такое, что, да, фиссура не отображалась. Но, тем не менее, там свечение всякое есть. Ладно, жаль. Конечно, что нету. То есть, самый фиссурино. 23 на 10 у нас пока что топок Крепстат имеет вайпер из Монголов Шторм. Вот. Совсем рядом с ним трой, у него 24 на 6. Вот. У троля пока что третий уровень, но это как бы издержки триплы, да? Тут сейф-тп какой-то от Огра. Ну, Огра принес танка просто тимберовый, походу. Да? Да. У тимбера есть на ботинок сейчас. У него 1-1-1 пока что третий уровень. 1-1-1 скилл билд. Вот. Ну, естественно, за максимум будет тимберчейн. Я потому что не знаю, как тут иначе вообще делать. Господи. Ну, не, ну вы посмотрите, какое HD вообще. Как он светится. Вот. Единственное, что мне кажется, что не слишком ли он светится. Ээээ, ладно. Так. У инвокера фейзы появляются. Инвокер теперь побыстрее. Соб, почему 359? У него мувспида под 3%. У него 9% бонусного мувспида. А, с фейзами 412. Ну, ладно. Что-то я не знаю, видимо, про фейзы. Межор. Так. 33 на 10. Потихонечку он начинает набирать обороты. Ну и вайпер как бы тоже пошел конкасив, пошла фиссурина. Межор минус просто на ровном месте. Пришли саппорт и убили Межора. Тут особо-то и не мудрили эти команды. Вот. И вот на этом вот свечении, на этом красивом свечении, был совершен килл. Вот это свечение мне просто нравится. Вот это тот самый момент, да, когда сейчас вот это на инвокера выход пошел. Примал сплей даже решили поюзать, ребята. Но это минусанки будет, да? А он ЕМП вкачал. Вот жаль, не кастанул. Я тут это, немного прокашлялся. Так. Счет у нас 2-2. Шестая минута. Ребят, это сайфовая игра, я бы сказал. Для фаскапа реально очень сайфовая. Тимбер, что ты делаешь? Тимбер. Фриз. Ты уверен, что тебе это нужно? Эээ, тут как бы трипла стоит, она особо так и не даст внести. Лоу, крепыни, отойлись даже. Пошел опять конкать, фэншн сил. Но не успею просто сгонять за этим. Тимбер, или успеют? Есть томп. Истер Кеймпо, дабл эдж, это минус. Кентавр может отвалиться. 56. Смоук. Смоук, джукающийся смоук. Смоук для джука, офигенный. Реально, вот смоук сейчас проютал. Скаймак, по-моему, был. Вот. Единственное, что мне не нравится, по-моему, у меня... А подлаги в стриме, я не знаю, у кого ультра интернет. Обскажите, стрим лагает, не лагает? Потому что, судя по всему, все-таки те самые лаги имеются. Сейчас мы посмотрим. Хотя нет, лагов вроде быть не должно. Я даже стрим на паузу поставлю. Чтоб прям точно лагов не было. Но я за ними не буду их видеть. Вайпер вангард начинает с вангарда, не с мейки. Вот так вот решили команду монголс. Ну что же. Вайпер не такой, как все у нас сейчас будет. Инвойкер, кастуй ЕМП по бремастеру. Давай, торнадо ЕМП. Сжигай ему ману за прокаст. Ты, удиви нас, красивым... Ну, прокастом, да. Прокастом. ЕМП! Не дал ЕМП, по-моему. Дал ЕМП, а мы пропустили это ЕМП. В общем, выход на инвокера, по-моему, опять успешный. И сейчас становится 3-4, потому что Лишак тут все-таки отвалился. Каким-то образом инвокер дефо топил. МСК имеет проблемы. Тролль ультимейт. Зачем ультимейт? Чтобы убить вайпера. А тут вайпер как бы это. Понимаешь, Мижор? Дело в том, что вайпер это вайпер. И он тебя сейчас просто дотыкает. Есть фласочка спасительная. И... Разменяясь ультимейтами, грубо говоря, эти ребята. Вот, разменили Лишак на инвокера. Ну, угадайте, в чью пользу. Конечно же, в пользу... Ммм... Команды Сетгейминг. Вот. Чё-то уже 3-4. На восьмой минуте. Ой-ой-ой, а какой инвиз! Ааа, вы посмотрите. Сам этот инвиз вообще просто такой... Волшебный. Так, пошёл встану от Лишака по шторму. Тролль начинает раскручиваться. Кидает. И не хватает ему. Кентавр спасает его ультимейтом. Вот оно, то самое офигительно красивый ЕМП. Килинг Спрей. Кентавр убивает 1 на 3-4. Кентавр отвалился. От кого? От тимбера? Это где вообще было? Лоу-то, походу, на топе было. У нас ещё инвокер троля забрал. У нас ставится пауза в такой классный момент. Вот, но так как в Праймал Сплите у нас, товарищ Брюмастер, и тут инвокер, тут по-любому как бы будут витра, если ещё останчик, тут как бы и без паузы. Нужно было догадаться бы об этом. Вот, если чуть-чуть, там ещё Ignite от образа летит, фиксирующий. И-ээ, камера, не надо. Пошла у нас ант-пауза. Просят подождать нас монголы. Поставили они вот таком вот, в деликатном моменте паузы. Но, кентавр же в таверне. Надо доиграть в этот тимфайт, всё правильно делает, машин спирит, я не знаю, зачем ставится пауза. Вот тут я вообще не согласен с монголами, потому что вроде как-то кентавр, типа, есть 25 секунд, чтобы закончить этот тимфайт. Мангудай. Что за Мангудай? Не знаю, не первый раз машин спирит уже так говорит. Ну ладно, видимо, это что-то классное. Такая у нас стоит пауза, у меня тут есть уникальная возможность. Пауза. ну вот набила себе рота тут у нас гол уже идет драка продолжается сейчас анки убьют здесь чем какие-нибудь вообще невероятным образом за то что как бы они там паузу поражали в каком-то неудачном моменте лишь шаг отвалился сделал размен санки 3 ты по моему размен вот это офигенный был файд по файд рекапу показать нам что все-таки два в два то что на топе тимбер с кентавром изменяясь он не учитывает чуть-чуть да в пользу монголов из так что смотри то не фигня не покажет не знаем и как умерли эти ребята оффлейнеры эти вот тимбер с кентавром это вообще те оффлейнеры до которые между собой но у них вообще очень жесткий между собой чек да я думаю там тимбер с кентавром пора бы уже фразочки какие-нибудь делать когда иду кискунка потому что как бы типа кентавром типа лесной тимбер сон типа дрова сечет вовсю вот ну тут у стола фига нас видится я щас я бы еще со сглаживанием попробовал эту самую штуку но фишка в том что сглаживание в основном и съедает видео память как мне необходимо торнадо цепляет двоих будет емп будет ли емп нет пошли конснепчики пошли шейкер на развороте там умер ну от разворота точнее вот один в один разменялись килл инвокер и килл тимберу как бы тут я не знаю тут вам вообще на равных все должно быть да это как бы ну вы понимаете что ни о чем да регент появляется у нас на топе его себе тимбер забрал он очень рад у него будет фуллмана скоро арканы и единственное чем он не рад наверное так потому что арканы будут а че ты бам-барам бам-бам-бам нам показывает какой-то странный мув он выкладывает транквилы допустим тимбер хочет убить но ему не дадут конкайте в шот пошел пошел нишин сил фриза по моему сейчас до 390 урона дабы лэджа подавшим силам так-то до 400 наносит вон эта штука там как бы резисты еще есть у товарища тимбера этих маг резистов дефолтных 25 процентов то есть как бы не 400 до а 300 но подальше силам 390 вот скаймак тут отвалился в размен лишь рак забрал себе килл и так шейкер убил тролля но тоже не один-то сделал да с инвокером товарищ шейкер убивает настрой варлорода это было с помощью колд снэпов это было с помощью лол аж 15 раз в иксы пронажимал этот бешеный инвокер торнадо колд снэп все фиссуры тотем все ну вот так вот потом пока штуки вы по сути одного нормального типа один нормальный файт у нас был но он был тоже так себе не скажешь тимфайт а брюмастер про а и видимо убегал брюмастеров прямо в сплите это конечно обидно то что еще две минуты не будет этого химита товарища при мастера вот и так тут проказ какой-то в инвокер опять пошел очень хотят его убить ей даст и ребята заранее когда он течет санки стики побежал и побежал там брюмастер это клэпчики дает д ну вот санки над или вытого платочкой на квасах сейчас он просто возьмет и вернется в тимфайт у него как раз была сейчас одна секунда до этого самого окончания тимфайта и брюмастер dd отлично у меня нет ульта у меня нет даггера но у меня есть дт дд поможет мне иметь что-то в тимфайте skyros мейдж боже мой я действительно вот сейчас вот когда особенно наблюдая дута не играю в ее как я вот вчера сыграл вот с этим новым графоном это же вообще красота где-то раньше было мп слушай слышу совка мп я конечно понимаю да типа кстати каким поработать в старкрафте вот еще интересный вопрос тут сейчас это выход сейчас будет на троих вайпер пытается пасти инвокер машин спирит может отвалиться от этого нет он делает паутом на барабанах убегает товарищ тролль и остался кто они все все обещали смотри совка емп еще и пьер дэвэш о чем я не знал и это емп мощная способность of skyman убили мы пропустили конечно емпо замечательная штука которая сжигает тебе я сейчас скажу на данный момент 400 ман эта штука сожжет а когда мы так будет замокшен то будет 550 маны сжигаться для к примеру 585 монополы сейчас у лишь рака то есть ну короче всю мазу всю ману и я тебе скидывал еще совка гифку про емп это вот это та самая розовая штука тут шейкер кто-то все равно влепил зачем-то не знаю жалко что она не отображает вот емп и вообще классная штука емп а то что тут как бы есть ну я не знаю там много повторений очень между этими играми название разве что я не знаю уверен точно что в доте нету этого мутировать гиблингов там вот этого точно не имеется здесь спала лол так пытается спушить топ там стрелем с лишь раком диаболики ультимейт называется battle trends надо быть запомнить прикольная штука боевой стран боевом трансе у нас сейчас тролль находился и тут просто ребята успели прийти пошло торнадо но цепляет роля вот она гемп ух просто не могла гены гемп это будет минус трой конечно же спалут ли еще кого-то здесь ребята команды монгол да нет все остальные принципе уходят перегруппировали все у них порядке блин вот и из-за таки чуть-чуть не доделал как мне говорил разработчик данного мода квасы вот иногда здесь появляются остатки квасов на миду вот но это по-моему единственно что есть и учитывая вообще проделанную работу я не знаю этот я не помню то ли школьник то ли шутник но в общем всем рекомендую я не знаю я даже ссылку под стрим оставлю потом на это видео и будет всем норм не все-таки включу стрим там стрим все-таки кушать приема не отдачу фиссурина хорошая отрезача фиссурина там уже блинк есть есть правиль москвейс фарма будут убивать именно с ним да что ж такое то бам-бам-бам опять просит подождать межор действительно он недоволен тем моментом уже два раза там купейская пауза у нас вот и у нас вот эта игра конечно я не знаю как предыдущих было но эта игра проходит как-то так напряженько но как бы а как еще можно проходить игра в которой паузы ставится во время тимфайтов я думаю там не другого варианта и я хотел сделать ладно забили кара смейшь попросил паузу еще раз артайма зап теперь без проблем да говорит васечкин потому что ну вот но я надеюсь вот на данный момент ребята только что договорились про то что нибудь не будет больше у нас пауз в тимфайтах потому что как бы ну пауза в тимфайтах ребят как вы им относитесь например я например не очень 359 он ли я не знаю кто-то такой но тем не менее привет мы сегодня вечером с это за грамика кто-то вообще будет просто фишка в том что лол у меня есть 100 фолловеров и такие люди которые захотели сет такие типа ооо надо бы свет был так ладно сейчас прокат кидывает инвокер по самый гипп ой ой какие еще частицы 10 партиклы божественные обожаю вот и процент чё там я говорил а так вот да типа нашел 100 подписчиков увидел подписчиков там это желатель халявы мой один из фолловеров какой нибудь я не говорю конкретно какой то просто вот имеется такой прокат в тимфер выдерживает его он китавр стомпит кинг спрейн вокер как бы потому что торнадо 3 вкс а теперь стоит у нас по урону паут все таки делает у нас огор и мид сейчас заберут ребят из команды гейминг в тимфайт да тут все поднялись по деньгам все принялись по экспертам это за одного тимбера блин я так и не закончу свою мысль да про то что как бы вот бывают эти там любители халявы но их почему-то нету никто не мониторит не следит за тем что у меня вот 100 фолловеров и у меня никого нет в итоге даже фабрики написал я не знаю в чем прикол наверное просто слишком часто пости там дк там который подписаны подписчики да и из-за этого мои посты перекрываются этим самым это тут комьюнити но как бы вот смотри совка это да это rudut комьюнити но к сожалению не смогло нормально ответить на ну нормально сказать что типа не стоит ставить паузу в тимфайтах вот но тем не менее как бы но ребят срывается эти пацаны играют уже я не знает у них по моему вот это полфинал да это господи исаак супер математик они сыграли раз два три четыре по моему игры они уже сыграли вчера сейчас четыре еще играют дома русская мало игр но как бы игры жил игры шекер кстати даггер скоро будет у нас иметь графики на данный момент у нас в пользу монголов 4000 они ведут по xp и по золоту из посмотреть на творце то мы видим дают то что брюк мастер там подающий на одежду у нас мыска но и мыска это подающего мигер он творит очень классные вещи так скаймак найдет тролля сейчас нашел слишком много нашел здесь людей и из-за этого умер по поводу с этой кстати совка ну вроде как имеет право но другой страны фишка в том что твои отличие от по ловеров то что ты совка прокат пошел гримастера зажег ману там как эти парки вылетают там помните там что драка будет и стомпит есть конкассив шот он залетает без шрака скидывается нога фиссурина залетает странная конечно фиссурина все-таки подстань линвокеры сейчас просто разбегутся ребята шторм подошел колл снэп это минус машин spirit а зачем ты на развороте васичкин то там какие-то молнии хотел кинуть особо не замедлил и подставился ну в общем это убили спортов ну и суппорт такие много стоящие до 1600 экспритом к золоту почти полторашечку софта же не был да на первом розыгрыш там такой вопрос интересный задам собирает себе пайпу кстати у нас товарищ кентавра это в принципе да почему нет единственно что диаболик теперь физический урон до вайперс дд пытается соло убить рошана смотрим пока экшен не происходит мы смотрим как вайпер соло бьет рошана а ну вот тиммейт подошли эти самые вот самая лучшая до способность которая против рошана инвокер поюзит это колл снэпчики так замакшена уже как целью самого инвокера ни одного еще экзорда него нету это тот самый контролин блок который вроде как и контроль да но вроде имеет там а то плана творчество лол хочу тогда только барабаны фэйзы но там ветер до орчета осталось совсем немного там все он уже не готов не там чуть-чуть монет по моему осталось ему что же посмотрим на в иксах замакшенных инвокер с барабанами и фэйзами давай фэйзы жмёт 468 я не знаю 48 ничего пикселей определенное время почему именно такое число чего не так считается мог спит то же самое кваши там моби тот же вопрос ну ладно так как это все еще сон и до проснулся совсем недавно успел хоть на полуфинал и счет 1115 у тролля проблемы если будут проблемы у тролля но тут кстати вот посмотрите я понял в чем прикол вас пика тролля во первых тролль у килл любого троллем бакин любого во вторых у него сейчас 3800 и стоит ему сейчас купить чё там кабы доминатор ли я не знаю что он еще будет делать тем не менее четыре куска у него имеется он покупать и пока борис криком все ребят сейчас троллем делать да я шейкер у меня есть блин я могу к стану тихо слэм только тролль бакабы да и кинтавра могу к стану стампит блин к стом до блэш но там тролль у нас пкб васечкин тут соло отваливается по моему да мегакил у нас уже санкин так и блин совка по моему слишком много все-таки свечения слишком много вот как понимаешь сейчас у нас в игре ночь и вот так вот когда отсвечивает кентавр ну я не знаю стоит ли это разделять ночное свечение как бы страны рейтинг вот это вот мне нравится сами персонажи что-то как-то вот совсем допустим под вардом там да лучше буду светиться те кто рядом с ним находится ну в смысле чисто визуально для меня там они чтобы друг другу палить вот но как бы ты ушел там в тень какую-то и так далее ой 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 тролль бкб тп аут тп аут и нету просто в бкб придется ему бежать ох лол его же еще и руками сейчас затыкают межор да смотрите как его руками тыкают без каких-либо проблем это минус тролль и бкб 10 секунд было потрачено киллинг спре и ой 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 из к убил в правил плите теперь 100 приобрел наконец-то киске бластонна решил собрать сразу блат стон 24 минуту но хрен его знает нужно ли это было вот но как бы тролля на шекеры поменяли ребят но угадайте кому там хорошо оля и аут мистик флэр увидел дэв тимбер влетел, тот самый, который блатнул себе собрал, Васечкин, ну, тычечку ему, да, 7 in a row. Еще остается 12-19, и эти монголы творят что-то действительно невероятное. Я не знаю, я вот посмотрел их историю, у них там что-то 9 побед, 2 поражения, команда свежая, про нее мало чего можно сказать, но прикол-то в чем? Прикол в том, что эти монголы, они уже выиграли из семи-команду, про-команду, да, у них были поражения в фасткапах, и у них были поражения в фасткапах. В обычных фасткапах у них были поражения, но тут они как бы собрались и показывают вообще нечто. Вот они, как бы, монголы. Наблюдаем. Ой-ой-ой-ой, машинспири тут. Умер? Еще не на стампете. Жалкий тавр, если с разворот не подерется. Ой, БКБшечка, шторм, а зачем тебя? На. А ей госвайперу сбивают? Ты что же, Васечкин? Да дождался бы хоть, чтобы рестнулся там, этот бам-бам-бам-бам-бара, кентавр. Ну, у него, да, у него сейчас очень много урона, в него влетает, и это будет килл. Забрал его себе тимберсо. Ну, сейчас, да, кентавра на огур, плюс аигис. Если вот так вот посмотреть файтер-капчик, да, то тут, да, хорошо, там тиньджа-то подняли. Эти ребята, но потратили, тоже нехило так. Ах, да нет, нормально, пофигу. Киллинг спри у нас скаймаг, убивает еще скайросмейджа. Фу, скайросмейджа. Межор опять убили. Межор классно фармит, но его хейтит. У него 1-6-3, у него очень все плохо. У нас инвокер топовый, на втором месте находится вайпер. 9-3-5, этот инвокер. Вот, смотрите, 1-6-3 тролль, да, вот, смотрите, где он, где тролль, где инвокер. И пока что МСК у нас очень классно отыгрывает, и сейчас будет показывать нам, как убивать вайпера за бремастера. Если сможет вообще лоу, потому что там уже МЕК с вангардом, и еще и Огрокла, там ПТ очень плотный, 1700 хп. И догнать бы камушек кинуть, нет. Бремастер не стал рисковать, и сейчас могут просто развороть его, там, поубивать санки, увидели. Так. Ну что же. Игра действительно сложная для сэдгейминга, и не сложная для монгол, что удивительно, да? Вот так вот, как бы. Межор вышел на этого скаймейджа, стампит, прожимает кентар, и все, убегает у нас скаймейдж. Тот самый. Минус. Тимбер. Я тут просто подошел, увидел, как его убили. Счет 13-22, 28 минут, не сказать, чтобы особо фраговые у нас матч, как обычно это случается в фадкапах. Но вот здесь вот как-то вот так вот. Поменьше килов. 35, конечно, за 20 минут. По одному в минуту уж точно есть. Но обычно больше. Чего прикол, по 2-3 в минуту бывает там. Это много. Большой еще показатель. Вард. Вот что точно не менялось, так это кастомные варды, наверное, в этой модификации. И так, тролль БКБ, маска, которую он может придавать себе до доминатора. Не знаю, будет ли он это делать. Опять наступает ночь, 28-ая минута. Ашсовка свалил. И лол. Ну это же просто лол. Я сейчас походу сет разыграю между одним человеком. Если есть рассылка на свече, то надо ей будет воспользоваться. Но на данный момент мы следим все-таки за игрой на голу против сет гейминг. Дабл дэмэдж рума внизу находится. Очень клевая и полезная руна. Но тут выход пошел на вайпер. Вайпер откидывает... Вайпер страйк. Он откидывает этот вайпер. Его еще или шрак замедляет. Станк кривой. Опять почему-то доминейтинг. Скай мейдж. Блинк и ха слэм. Это минус лишак в одном зановении. Подняли на ветра вайпер. Понял, что его уже точно не убить. МСК попытается убить еще шейкера. Кентавр тролля убил пока что. Еще идет погоня на втором фронте. Шейкер, я думаю, здесь отвалится все-таки. А, нет, уже примастер здесь отваливается. Вот, ну пока что МСС его спасает. Но вот как бы оп. Инвокер. Стиллер какой-то, по-моему. Но, тем не менее, даблкил оформляет себе Кентавр. Это драка 4. Чуть ли не в ноль. Практически в фулл-файв в тим вайп. И вы видите, да, какое изменение. 5 тысяч по экспириенсу. По голду 3 с половиной. И просто тупо в два раза больше практически урона нанесли эти ребята. Итак. Ну что же. Одна из решающих драк, я думаю, на данный момент наблюдалась. Мною сейчас с вами по голде преимущественно. Ну, посмотрите, какой слой был. Ну, вот это вот, правда, вот монголы. Ребят, это монголы. Смотрите. 14 тысяч по экспириенсу. 14 тысяч по голде. На 30-й минуте. У Сэтгейминг. У Самипро команды. Вот инвокер, смотрите, на квасах. Тут опять кое-что мерцает. Но я думаю, это не большая проблема. Тем не менее, все равно мы следим за ним, а не за нидом. И экзорд, наконец-то, появляется у инвокера. Сейчас он еще будет гореть инвокер этими экзордами своими. Вот. 17-й уровень у инвокера. У него есть много чего. Но в основном это связано с шариками. Дефилинг бласт вообще никакой. В БКБ тролль бежит и нарезает, пытается вайпера. Им просто нечем цеплять. Просто так вышло, что нечем цеплять. БКБ еще МСК прожимает. Вот все-таки минус вайпер. Пробует еще Санки убить. Есть ли это детекшн? Детекшн это нету. А если есть, то он вообще там в хвосте. И вот 514, пожалуйста. Пацаны, я в гостволке. Я побежал. Так. Что же дальше будет? Счет 14-26. Надо забирать. 0-33. Три атаки в секунду. Раз, два, три. А нет, уже меньше. Раз, два. Торнад зацепляет. Все-таки у нас. Сет тролль. Блинк. Есть. Праймл сплесс. Сейчас Санки попытаются еще раз убить. У него Солк вон есть, нет? А нет, придется ждать. У него еще Солк в несколько секунд. Подняли на ветра шейкер. Но просто забить и на вышку. запасть. Кентавр бил тролля где-то там. Лол. Эхо Слен. Точно по-твоим. Ну как там, бремастер-бультимейте. Огр. Проблемы. Вайпер страйк не облетает. Это точно будет минус. Хотя хрен его знает. Пау там делает этот. Огр. Огр. Сейчас уйдет. Нет, не уходит Огр. Здесь тут какой-то ЕМП. Это убивает бремастера у нас. Блинкаут делает он. Пивко. Ну, пивко на развороте, это спорный вопрос. У него же БКБ откатился с того момента на ботами, как бы, понимаете? БКБ. Любой ценой убежать. Именно так русская и предполагает сделать. Но его, наконец-то, все-таки догнали. Догонялки не прошли дарм. Так, вайпер опять убивает Рошана. Второй раз. У него же есть аганим. Мека. В ангар. Ему у него еще и шил, что ли, будет? Лол. Или кераса даже. Так, я вот долго молчал. Микрофон там, что-то меня немножечко подставил. А, я понял, зачем Транкфилы вынимать, пацаны. Я просто понял. Ну, вот как бы, смотрите, вы вынимаете Транкфилы, начинаете драться. Ну, с крипами. Крипов дофармили. Забрали Транкфилы обратно. И реген не пропал. Так здорово. Заход на ботом, команда монголов. Чем сделать, я не представляю вообще. Будут ли что-то пытаться сделать? Да нет. Эти ребята, вот, и сетгейминг, у них сейчас такая ситуация, что им, конечно, лучше на хаге дефиц, это все дело. И почему бы... Мне попробовать-то поддевать хорошо и перевернуть игру. Наверное, вот почему. 20 тысяч уже. Как только переворачивать. Вайперстрайк влетел в МСК. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут стомп залетел совсем подряд. Встраляй, его сразу убили. Праймал сприт пошел тут у Фриза. Тоже проблемы, минус Тимберсо. Даблкил оформляет тебе Скаймейдж. Какой бешеный вообще. How about that? Вот сейчас Аегис пропадет у товарища Вайпера. Но уже убили Огра в дополнение к Тимберу и Тролю. Минус Васечкин еще. Примастер один остался. Убивает он Шейкера, конечно. Но вот, пожалуйста, Вайперстрайк, чувак. Пофиг на твои мне ПКБ. Говорит Вайпер и просто под Вайперстрайком забирает его. Вот. Это будет точно минус Ботом. Это Фулфайфмен, Тимбайп, это еще 3,5 разницы будет сейчас по голде, по XP еще 5. То есть как бы там сейчас под 30 по экспириенсу все выйдет. 25 уже по голде. Если посмотреть на уровень, да, ну вы понимаете. Если посмотреть на натворство, ну да, вы понимаете. ПКБ Тролю пошел на резет, но тут уже Вайперстрайк с Аганимом. Такой неприятный. Но 5-2-2 у него мосфиды имеется, под ломчиком, надо сказать. И то хорошо, это еще без фейзов. Со страйк. Ой-яй-яй, на развороте сейчас Кентавер может такую красоту показать вместе с Вайпером. Нет, 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 не хватит их. Есть Мека. Убили они только Тимбер из всей этой красоты. Но это прям вообще на мубик сейчас. И бам-бам-бам, тоже, по-моему, его сейчас убьют. Мека-килл забирают, и что-то, а, у Вайпера не было стрика. Так, Троли летают на Торнадо. Монстр-килл, а как, кто там умер? Лишрак, видимо. Годлайк даблкил на Санки. Пошел еще раз Праймал Сплит. В Гост Септри у нас был Эрд Шейкер. И Форстафа это на крипов. Так. Вкачать успел Гост Волк. Убежит в него. Да. Вот такой вот Санки у нас. Еще есть разворот, он валяет сейчас. Да, идет навалив с разворота. Тут Шейкер есть на помощь? Шейкер в помощь, и... А как, колдснэпы не сработали, что ли? Ты же под колдснэпом не был. Но тем не менее, убивает Санки еще и Брюмастера в соло. Ну, как в соло, при помощи Шейкера, конечно, все-таки. И... Тут так это, попахивает хэгэшечкой, да? Так. Эхо, слэм, какой от Шейкера. Даблкил, триплкил инвокер. Вот он. Вот он инвокер. Как его отыгрывать? 22-й июня, чувак, арчит, арчит, есть, есть, Хекс. Ой, welcome to Skadi Club. Ну, я не совсем согласен. Зачем, ты скажешь, все-таки собираешь инвокер, когда у тебя есть уже все, чтобы делать проказ с Аганима рефрешером. Ну, или хотя бы просто с рефрешером. Как делал в свое время мейнтом. Или помните такого. Оп. Проказ с межорами. Жор уже ничего не успевает сделать. Васечкин у нас тоже ничего не успевает сделать. Смотри, по байбекам байбек. Только у Шейкера, понимаете, всех этих десяти ребят. И там теперь инвокер вообще. Машина просто. И если посмотреть, в принципе, да, по уровню, то 23-й у инвокера, 20-й там у китавра. Вот. Как бы. Смотрите сами по уровню, еще мне говорить. Насмотрели, все. Идем дальше. Так. Ой-ой-ой. Тимперсо. Годлайк у нас уже этот SkyMage. 9-4-15. У этого пацана. У инвокера вообще 15-3-13. 11-4-16 тоже классный импакт показывает кентавр. У него есть уже Тараска. Теперь вышка умирает от кентавра. Очень быстро, как вы видите. Сразу трон ломают эти монголы. Ну, реально заслужили игру и не хотят писать где почему-то сетгиминг. Ну, а как здесь? Ну, вот тролль резнулся. Типа, давайте профессиональный ласт пайп. Есть там один. Есть там второй. Кентавра форстафнули. Он на стампеде убегает. Если что, еще мег от вайпера будет. Где этот вайпер вообще находится? А вот вайпер, там вайпер страйк дает. В лишрака. Бедный лишрак. Там еще до филинглас полетел. В дизарме у нас межор был. Минус лишрак. Вайпер настреливает по межору вместе со скаде от инвокера. Это минус тролль. Кентавр... А, брюмастер еще. ГГВП пишет межор. Ну, это реально ГГ. Тут даже задавили, ребята. И тут у МСК, конечно, небольшие. Ну, он не воспринял это поражение. Ну, в общем, не знаю. Короче, просто взял и ливнул сейчас. Рейджквит был. Увы. ГГВП. Монголы опять победили. Мы прощаемся с командой Сэтгейминг, которая зарабатывает себе плюс 50 бонусных очков. И скоро к вам вернемся. Никуда не переключайтесь. С вами был Исаак Финг.